Такие у нас тюльпаши в этом году получились. От классических красных до редких темно-фиолетовых. Purple Rock, Deep Purple, Pink Marlene. На выбор покупателям десятки сортов. Есть разноцветные, с зубчиками, похожие на пионы. Желтые тюльпаны у нас принято ассоциировать с разлукой. Но цветы красивые. Обожаю желтые цветы. Вообще тоже мой любимый цвет. Ой, какая красота. Ну разве это разлука? Смотрите, солнышко. Тюльпаны в теплицах зеленого хозяйства срезали еще в феврале. Свежие цветы хранят в холодильнике до трех недель. Часть уже забрали у нас клиенты. У кого есть где хранить, они сразу забирают. А кто на букетике, они ждут своего часа. Берут цветы в основном оптом. Поздравить женщин в рабочем коллективе. Владимир Егорович в числе постоянных покупателей. Цветы нравятся. Во-первых, они свежие. Во-вторых, они значительно дольше строят, неожиданность в другом где-то магазине покупать. Сколько тюльпанов сажали в том году и сколько посадили в этом? Ну уже на протяжении двух лет стараемся придерживаться одному количеству рассады. Все зависит от того. У нас один холодильник, и мы бы и рады посадить больше, но больше нам не влезет. Есть какой-то секрет хранения для тех, кто вот сейчас уже купил цветы, а подарить хочет 8 марта? Купили, принесли, положили на балкончик, накрыли темной тряпочкой, чтобы свет не попадал. Если только немного света им попадет, они начинают уже расти. Поэтому холодное помещение без воды, перед тем, как хотите, подарите цветы, ставите на воду также в холодочке, и утром они уже будут хрустящие и красивые. Пока букеты тюльпанов ждут своих покупателей, работницы зеленого хозяйства заготавливают торф, пикируют рассаду для клумб. 3000 петуний, бегоний и других знакомых каждому брянцу цветов. Эти цветы, они уже как бы утвердили себя, грубо говоря, своими цветами, раскрасками, пестротой. Поэтому новенькое, ну вот уступерем у нас новенькое, уже на протяжении двух лет, и капусточка. Цветочные рисунки украсят клумбы города уже в мае. Тюльпаны стоит ждать с наступлением тепла. Александра Савельева, Сергей Дюков, Брянск.